Что происходит сейчас в регионе узнаем вместе в студии Анны Рязанова. Добрый день. В Северодвинске изменится схема движения по Архангельскому шоссе. Это произойдет уже завтра. Режим работы светофоров станет другим на перекрестках Архангельского шоссе с Беломорским проспектом и улицей Юдином. Также при движении от проспекта Ленина в направлении улицы Железнодорожной будет запрещено поворачивать налево. В художественном салоне Архангельска открылась экспозиция, посвященная 200-летию великого русского живописца Айвазовского. Условия выставки – картина должна быть новой, либо прежде никогда не выставлявшейся. Повелитель морской стихии Иван Айвазовский и в наше время нашел отражение в работах архангельских и северодвинских живописцев. В художественном салоне областного центра открылась экспозиция, посвященная юбилею маринистам. Ядром, зерном, изюминкой, скажем, этой выставки является вот эта работа, которую, я думаю, стоит показать. Это маленький рисунок на фотобумаге самого мастера, который предоставил нам частный коллекционер, фамилию которого я не называю по понятным достаточно причинам. Над созданием экспозиции трудились 15 художников. Работа оказалась плодотворной. Теперь на протяжении трех недель 28 полотен будут украшать зал выставки. Среди них и картина «Соколиная охота», написанная внуком Айвазовского Константином Арциуловым. Она заслуживает отдельного внимания, как и та, что принадлежит мастеру Александру Кожину. Название письмо Айвазовскому говорит само за себя. Ну, трудно обозначить правильно, наверное, его направление этой живописи. Вы смотрите, значит, человек взял что? Наиболее часто встречающиеся цвета в живописи Айвазовского в форму 19 века и назвал свою работу письмо Айвазовскому, да, из сегодняшнего века, из 21-го, вот туда в 19-й. А вот работ Дмитрия Трубина на морскую тематику на выставке представлено целых три. Хотя художник признается, Айвазовский для него не больше, чем просто пример хрестоматийного искусства. Вообще, когда я услышал об этой выставке, я полагал, что у нас в Архангельске не найдется маринистов, и поэтому я, так как человек увлекающийся, я написал штук 15 марин, пока не отпал. Я, в общем, человек такой серийный художник. Выставка, посвященная Ивану Константиновичу Айвазовскому, открылась 29 июля, ровно в день рождения великого художника. И с этих пор ее посетило уже более ста человек. Анна Рязанова, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Информация для пенсионеров. С 1 августа 2017-го те, кто работал в прошлом году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. На нее могут рассчитывать получатели пенсии по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Прибавка зависит и от начисленных пенсионных баллов. Максимальное повышение от перерасчета ограничено тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. С запахом пороха и дыма прошли выходные в Новодвинске. В спортивно-стрелковом клубе «Профессионал» завершились соревнования на приз Императорского дома Романовых. Главный трофей – 8-килограммовый кубок – разыграли четыре команды. С соревнованиям на приз Императорского дома Романовых всего год. Во второй раз спортсмены из разных городов приезжают на базу спортивно-стрелкового клуба «Профессионал». Среди участников – представители Архангельской области, а также гости из Вологды и Санкт-Петербурга. Соревнования проходят обычно в хорошем темпе, с хорошими результатами. У многих хорошие результаты, но команд в этом году поменьше. Почему? Потому что наложились у нас несколько мощных соревнований и усиловиков еще в разных регионах страны нашей. И получилось, что, к сожалению, меньше в этом году народу. На следующий год мы перенесем соревнования на сентябрь, потому что там будет побольше. Сам Александр Цыгалко представляет команду «Сполохи» победителей прошлого года. Главный трофей состязаний «Переходящий кубок» в течение года находился в стрелковом тире «Профессионал». Команда «Сполохи» имеет свой отличительный знак. Это особая форма. Форма, она олицетворяет, наверное, все-таки группу охранных предприятий «Титан Щит», потому что это синий цвет. Здесь есть принадлежность «Титан Щита», что группа охранных предприятий «Титан Щита» все-таки родоначальники, все профессионалы и прочее. Это был «Титан Щит». Ну, клуб «Профессионал» уже потом, позже создался, да, и вот на этом фоне мы решили все-таки, наверное, выковечить в своих футболках вот эти все атрибуты наши, чтобы мы смотрелись на уровне. А еще в этой команде есть представительницы прекрасного пола. Архангел Огородцы единственные, кто выставил на соревнования двух девушек. Грациозно поражают мишени Варвара и Анна. Анна Цыгалка занимается практической стрельбой пять лет. Она постоянно участник различных соревнований. Соперничества с мужчинами она совсем не боится. Все на равных, поэтому наоборот, как-то даже хорошо тянешься к ним, и результат растет. Ну, девушек у нас на самом деле немного, человек пять собирается, но не всегда все приходят. Сегодня вообще только два человека, две девочки. Проходят они достаточно интересные, очень интересные упражнения по сложности, по уровню, одной рукой, двумя руками. В общем, то, что мы отрабатываем на тренировках, сейчас воплощаем в жизнь, так сказать. Точность, мощность, скорость. Девиз практической стрельбы с пистолета. Структура соревнований включала в себя различные упражнения. Все выстрелы участники делали из чешского пистолета ЧЗ-75. Это оружие идеально подходит для таких соревнований. Он обеспечивает высокую точность при высокой пробивной способности пули. Пистолет хорошо удерживается в руке. Из него удобно стрелять. Уровень хороший, довольно-таки вырос хороший уровень. То есть, ну, Зорки Тим первый раз, ну, там стрелки должны быть хорошего уровня, у них большой опыт, соревновательный. Вологда хорошо потянуло. Вот, прошли два упражнения, то есть, хороший результат. Ну, и мы не остаем. Ну, на каждой мишени есть зоны. Альфа, Чарли, Дельта. 5-3, одно очко. И время. Время у нас отсекается в таймеру, вот, когда показывается на большом на экране. И очки, все записываем, скоршит. Время и очки. А потом уже в дальнейшем программа подсчитывает. Статседья у нас есть, который это все считает. Команда из Питера с первых минут соревнований начала удерживать лидирующие позиции. Еще бы, ведь капитан команды чемпион Европы и мира Павел Таргашов. Других участников такая серьезная конкуренция не пугала. А как отметили судьи, питерская команда разбавляет местную тусовку и дает толчок к совершенствованию навыков. Приехали сюда вот вчера на машине. Добрались за 20 часов. В принципе, дорога хорошая. Вот, все нас здесь встретили гостеприимно очень. Хороший тир, хорошее упражнение. Первое упражнение самое такое эмоциональное. Нужно себя сдержать. То есть весь адреналин немножко продержать себе как огонь. Едва ли не главнейшим отличием практической стрельбы от других видов стрелкового спорта является разнообразие упражнений. Новая мишенная установка, новый набор препятствий и условия выполнения. Организаторы на отлично справились с этой задачей. Учебный центр «Профессионал» – идеальная площадка для подобных соревнований. На состязания приезжают из других городов и возвращаются снова. Представители Вологды уже второй раз борются за кубок императорского дома Романовых. Команда наша называется РМПС. Мы сборная Вологды и Архангельские ребята вместе собрались, потому что нас все приехать не смогли, к сожалению, из-за календарных планов соревнований и так далее. В принципе, соревнования уже не первый раз мы приезжаем сюда. Нам очень нравится на самом деле. И как бы дальнейшие тоже хотим приезжать. Очень интересно. Участие всегда складывается как полосата. То белая полосата, то черная. Никогда не бывает одинаковых упражнений. В принципе, они всегда такие интересные, похожие, динамичные. В командном зачете вологодским стрелкам удалось занять третье место. Второе у команды с Полохи. А лучшими из лучших стали представители Санкт-Петербурга команда «Зоркий Тим». В северную столицу ребята увезли звание победителей и переходящий кубок. Сегодня вышел новый выпуск еженедельника «Правда Севера». И вот, что можно узнать с его страниц. В Архангельской области вновь обсуждают систему распределения лесфонда. Разговор об этом зашел на встречу губернатора Игоря Орлова с представителями Бельского и Устьянского малого лесного бизнеса. О том, чем этот диалог закончился, читайте в свежем номере «Правды Севера». В корреспонденции со своим ультиматумом в лес не ходят. Одна из обсуждаемых политических новостей. В Северодвинске этой осенью дважды избранный мэром Михаил Гмырин покинет пост по окончании полномочий. А к власти придет утвержденный по новой схеме глава. Кто им станет и что может измениться? Об этом в статье попрощаемся с мэром. В Архангельской области отметили 75-летие Соловецкой школы Юнг. Конечно, особо трогательный праздник получился на Соловках, где в 1942 году 14- и 15-летние подростки начинали учиться морскому делу, чтобы встать в строй вместе с отцами и защищать родину. В свежем номере «Правды Севера» пронзительная история Юнг военных лет. 1 августа абитуриенты во всех вузах страны узнали о том, стали ли они студентами. Это первые счастливчики, которым хватило баллов поступить на бюджетные места. Потом будет еще вторая волна, когда станет ясно, какой вуз из пяти выберут те, у кого баллы это позволяют делать. И сейчас на счету каждый балл, поэтому вновь возникают споры о роли золотой медали, стандарт которой четко не определен до сих пор. В чем же смысл сегодня этой некогда очень престижной школьной награды, когда знания выпускников оцениваются посредством ЕГЭ? В свежем выпуске газеты на эту тему высказывают свою точку зрения родители, выпускники и учительницам, у которой в этом году в классе девять учеников получили медаль. Подборка называется «Золотая медаль. Пробу есть где ставить». Банковские карты – удобное средство платежам, но финансовыми технологиями научились пользоваться и мошенники. В 2016 году с банковских карт россиян было похищено более миллиарда рублей. Среди пострадавших немало и жителей Архангельской области. Что делать людям, столкнувшимся с кибермошенничеством? Об этом компетентно рассказывает Михаил Карпунин, управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного главного управления Банка России. Решиться написать эту книгу, видимо, было трудно. Она требовала предельной открытости, иначе зачем? Но и не писать ее было невозможно. И известный архангельский журналист и писатель Виктор Толкачев откровенно и деликатно рассказал о жизни своей семьи на острове Колгуев. Книга называется «Облака любви». Презентацию пройдет в Морском музее 8 августа, в день 80-летия авторам. А отклик на эту книгу в «Правде Севера» озаглавлен «Унесенные облаками». В свежем номере газеты читатель также найдет подробную афишу культурных событий как в Архангельске, так и в районах области. Такие новости к этому часу. Увидимся в 16. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова